Рай для гурманов не иначе. Второе лето подряд Чаплыгин становится местом притяжения любителей изысканных блюд. На фестивале Раненбургское застолье гостей угощают деликатесами. Многие блюда готовят на глазах у зрителей. Удивить туристов для поваров – дело чести. Мы жарим здесь с полшестого утра. Кабана непосредственно мы повесили где-то приблизительно в семь. Вот, кстати, он уже сейчас будет скоро готов. И когда вы его попробуете, я думаю, вы не обидитесь на нас. Мы раздаем просто так. Сегодня же пир на весь мир в Чаплыгинском районе. Так что все бесплатно, все, пожалуйста, подходите. Когда в Чаплыгине начинается пир, у плиты встают даже музейные работники, чтобы приготовить варенье из печи оладьи. Технология такая же, как и у наших бабушек. Рецепт – дрожжевое тесто. Печется все на керосинке. Пока одни кормили туристов, другие принимали участие в кулинарном поединке. В этом году в Чаплыгине впервые провели конкурс «Мировой повар». Татьяна Озерова в профессии уже 40 лет. Больше 30 из них работает в детском саду. Поэтому для конкурса Татьяна приготовила полезные блюда – каши, тушеные овощи. Главное – все это красиво оформить. Тогда даже малоешек накормить можно. Мне приятно, когда они едят. Я какое новое блюдо приготовлю, выхожу и спрашиваю у ребят. И смотрю, поели ли они. Значит, мой день прошел не зря. Фестиваль «Жерненбургское застолье» – это не только праздник вкуса. Это путешествие в прошлое, возможность узнать историю Чаплыгина. Вот, например, выставка самоваров 19-20 веков из фондов Краеведческого музея. Это два десятка экспонатов самых необычных форм. Есть в виде рюмки, в виде бочонка, есть детские и семейные. Каждая семья по достатку приобретала самовар. Этот, вы видите, очень ценный самовар. Много медалей, на нем известная фабрика. Конечно, это какая-то семья довольно богатая. Владела этим самоваром и всей семьей усаживалась за столом пили чай. В традициях купеческого Роненбурга. Здесь же реконструкция деревенского уклада жизни. Редкая возможность для туристов окунуться в быт села Слободское. Именно в нем Петр Первый построил крепость Роненбург. Это мама, мама овца, а это барашек маленький. Видишь, у него какие рожки? Рожки. А это, смотри, козочка. Роненбургское застолье проводят в Чаплыгине во второй раз. Интерес к фестивалю растет. Он становится одним из главных брендов старинного города. На местный пир приезжают гости не только из соседних регионов, но и других стран. У нас есть куда приехать уже и что-то посмотреть. Я имею в виду центры по туризму. У нас есть художественные галереи, у нас хороший музей и так далее. Ну и самое главное, у нас хорошие люди. Какой пир без веселья? Этот принцип и гости, организаторы праздника усвоили лучше остальных. Здесь и песни, и танцы, и русская гармонь. Я не ожидала, что у нас здесь так могут. Я впервые здесь на этом празднике. Что у нас в России еще могут так отдыхать люди. Очень прекрасно. Все хорошо, настроение, погода все это располагает. Душа, как говорится, развернулась. Очень хорошо. Мне нравится. Организаторы Роненбургского застолья уже решили, фестиваль будет традиционным. Так что все, кто еще не успел попробовать вкусных чаплыгинских угощений, может приехать на пир в следующем году. Ольга Бугакова, Анатолий Гончаров, Липецкое время, Чаплыгинский район.